Скорее всего начнется сезон с моей груди Какое актерство? Это не стабильно, не серьезно Слава снялся более чем в 200 реклам Рилсы у нас набирают по 10 миллионов просмотров Я не отказываюсь сниматься в постельных сценах Самая классная актерская пара Для меня кино это развлечение Поэтому я и стал актером Хороший актер это тупой актер Поняли, да? Логику поняли? Славка Настюшка Очаровательные, прекрасные, воздушные актеры Блогеры, тиктокеры Вячеслав Морозов И Анастасия Немченко Привет, ребята Сейчас будет нарезочка ваших тиктоков Которые собирают миллионы просмотров Миллиарды И все сразу узнают вас Кто вы, что вы, откуда вы Потому что 100% птица вас видели По-любому Ну давайте тогда вначале поговорим про тиктоки Рилса У вас у него в основном пара Все началось с тиктока Я выкладывал один в тикток Какие-то ролики они начали заходить Про рекламу То, что я снимался во многих рекламах И это фишка моего тиктока стала Что меня подписчики там знают Как тот чувак, который во всех рекламах Вот Это такая фишка, которая сработала А, к сожалению, в Рилсах, Инстаграме Не получалось так сделать Ну не заходили эти видео, которые я снимал И как раз, когда появились плюс-минус Рилсы в Инсте Они начали тоже сильно развиваться И появилась Настя А он ходил такой грустный И заходят Рилсы Тикток хорошо работает Я думаю, так, надо что-то придумать И мы тогда сняли первое видео Была такая идея Я тоже увидел Там просто парень лежит в кровати И написано, типа Типы просыпания людей Кто там встал в будильник И скинул его Кто там услышал будильник Сразу встал, как робот ушел И вот как бы варианты Как люди встают там с кровати Мы просто по приколу Давай запиши меня Мы записали И в моем пустом, по сути, Инстаграме Конкретно этот Рилс Дал хороший отклик Для моего Инстаграма Там на 200% выросли там просмотры Относительно того, что было там минимально И мы поняли, что это как-то да Я предложила снимать вообще типы чего-то И вот я предложила снять типы отношений Слава сказала Ну нет, это такая банальная тема Она не зайдет Это уже все снимали И мы сняли Он хорошо залетел Потом Настя так и предлагает А давай Она интересуется астрологическими разборами Натальными картами Очень давно Ей это интересно Она говорит А давай про гороскопы Такое снимем Я говорю Ну, Настя, как это свежо Так ново Про гороскопы Кто это, наверное, до нас не делал, да? Конечно Давай Я говорю Нет, я говорю Полный бред собачий Вообще Мы не будем это снимать Полная чушь Мы не будем это снимать Это вообще не мой контент Это не про меня Да Просто Two days later Мы снимаем про гороскопы Да, я все-таки послушался И мы придумали снимать типы отношений по гороскопам Да Но у нас фишка И такого никто не делает Ни в инстаграме, ни в тиктоке Это наша авторская фишка Что мы разгоняем Как актерские этюды Каждой совместимости То есть смысл в том Почему видео-то набирают Я после всего этого анализировал И осознал, почему Потому что Настя очень точно разбирает И мы вот этот смысл Переносим в этюде Каждой совместимости Поэтому мы передаем суть Актерским способом И это интересно свежо смотреть Ну и про гороскопы Даже там Не будем мюлить Даже я до этого никогда не интересовался Но если у меня попадался там Видос про козерогов Я такой, типа смотрел Ну типа не интересуюсь И так все люди Типа не интересно Но чисто просто про себя посмотрю И это прикольно смотреть Поэтому они так заходят Больше тебе скажу Настя тратит около двух часов Перед тем, как мы начнем записывать Она просто текстом Разбирает каждую совместимость И потом мы уже начинаем снимать И мы придумаем актерский этюд Как это прикольно обыграть Мы это делаем, потому что нам это нравится Это прикольно И вообще я сторонник того Что в жизни надо заниматься Только тем, чем нравишься И я не делаю то, что мне не нравится Например, я там Раньше работал в офисе И в моменте просто уволился И начал заниматься актерством Потому что я понял, что Сидеть не на своем месте Это совсем не то Вот, пока нам прикольно Мы это делаем Мы снимаем каждый день Прям как работа Да, мы каждый день снимаем Но такая веселая Так, вам платят на этой работе? Реклама Сейчас начинает расти инстаграм Приходят рекламодатели Которым это интересно Да, и мы монетируем А инстаграм уже закрыли в России? Нет Смотрите, инстаграм, да Россия как бы заблокировала Но мы используем VPN Здесь могла быть реклама VPN Нет, конечно нет Что дает полет просмотров? Вот ваш рилл для ТикТок Набрал миллион Какие плюсы? Подписчики А подписчики Это развивает твой личный бренд Соответственно, твоя медийность прокачивается Чем больше подписчиков Тем ты дороже стоишь Чтобы отрекламировать что-то Или у себя, например, в блоге Так как мы актеры Мы становимся более медийными И если нас берут в какой-то там проект Кино, сериал или рекламу Тоже на телек, например То мы уже дороже стоим Это плюс при кастинге Потому что продюсеры Очень часто смотрят На количество подписчиков На медийность человека Да У меня уже из ТикТока Из инсты прилетала работа Я снимался на проекте Был ведущим одного-другого проекта Образовательного И меня нашли И они мне сказали потом Что, говорит, мы просто подписаны На твой ТикТок Ты прикольный чувак Решили тебя пригласить поработать А нету обратной страны удали Что вас не приглашают Потому что вы такие уже достаточно заметные У вас уже много кто-то видел Ну вот в этом и была проблема Именно вот с рекламами В ТикТоке Потому что я очень много в рекламе Снимался как ноунейм И поэтому я себе такую фишку придумал Потому что Когда ты неизвестным актером Снимаешься много в рекламе Тебе реально перестают брать Какие-то сериалы, кино Зная, что ты А, типа ты в рекламе Одно дело Нагиев Который уже с именем И он в рекламе Потому что он Нагиев И его знают как Нагиева А другое дело Когда ты просто проходишь кастинг И подходишь по типажу Во многие рекламы И тебя в моменте Заюзали везде И потом просто перестают брать Просто нет съемок Я подумал, что с этим надо Как бы что-то делать А не сидеть на месте И решил прокачивать Свои социальные сети Потому что это стопудово Приведет тебя к заработку У меня на канале есть еще одно видео С профессиональным актером Александром Макаршиным Его можно посмотреть вот здесь Либо по ссылке в описании под этим видео У Саши и Славы есть своя школа Актерского мастерства Лев И прошлой осенью Мне посчастливилось побывать у них На мастер-классе здесь, на Кипре Если вы подписаны на мои соцсети Вы наверняка помните Как долго и как много Я восхищалась вообще этим мероприятием Как долго меня не отпускала Потому что это был совершенно уникальный экспириенс Меня вот как будто так встряхнули Показали как много мне энергии Потенциала И как сильно мне хочется проявляться И реально быть собой У ребят на мастер-классе царила Какая-то волшебная атмосфера Творчества, созидания, свободы А суть-то актерского мастерства Она заключается в том, что Не изображать кого-то Не играть кого-то Суть актерского мастерства заключается в том Что ты себя ведешь естественно Согласно этим предлагаемым обстоятельствам А когда эти обстоятельства В нашей жизни меняются едва ли не чаще Чем в кино Мне кажется Нам есть чему выучиться у этих ребят И я ужасно рада Что Саша, Слава и школа актерского мастерства Лев Возвращаются на Кипр Со своим полноценным Пятинедельным курсом раскрепощения Между прочим Не только для взрослых Но и для детей Так что Если вы хотите быть свободней Увереннее в себе Справиться со своими блоками Научиться управлять эмоциями То обязательно приходите на этот курс Я уверена вам понравится Ознакомиться с полной программой курса Можно по ссылке в описании под этим видео А по промокоду ПОЕХАЛИ Скидка 10% На любой тариф курса Друзья Приходите по ссылке Записывайтесь на курс Высвобождаете свою энергию И живите полноценной Гармоничной жизни Увидимся на курсе Слава снялся более чем в 200 реклам Ну да, где-то в этом плане Есть? Очень много Очень много Ну-ка, так бренды Но я никому это не говорю Особенно режиссерам Особенно, да Режиссер, если вы смотрите сейчас Просто промотайте Он на день снимался На минуточку вперед Ну, какие-какие-какие Вот любой скажи ФТС Было Макдональдс Было Сбербанк Было Альфабанк Было Связной Было Да, я тебе могу показать Раз пять, наверное Яндекс.Доставка Там, Яндекс.Еда Кто больше всех платит? Там все зависит от прав Типа, твой съемочный день Сколько это стоит? Есть права Например, ролик пойдет в интернет Ролик пойдет на ТВ И на какое время? Типа, год, полгода Три года Больше всего платят Фарма Фармакологические какие-то препараты Ну, таблетки от горла Там, от простуды Все вот такое У них, во-первых, большое распространение И они достаточно много платят Сколько максимальный был твой гонорар За съемку в Руслан? Около 350 То есть 350 тысяч Рубля Было съемочный день? Один Один день Вот этот съемочный день в рекламе Это как вишенка на торте Это награда за то, что ты прошел все, что было до Первое Ты идешь на кастинг Где 500 человек, такие уже, как и ты Ты приходишь Стоит оператор Кастинг-директор Камера Так же, как и здесь Ты встаешь, записываешь видеовизитку Где-то и говоришь основную информацию себе Фамилия, имя, возраст, рост Что заканчивал, где учился И эмоции иногда просят показать Покажи эмоции А какие ты хочешь? А ты можешь заплакать? Да, могу Серьезно? Ну, если надо, да Покажи злость Злость? Да А такое, знаешь, пренабрежение Типа, что это, оно вырядилось Вот, и бывает, мы записываем эту визитку И потом есть какое-то задание Задание примерно такое же, которое вы видите в рекламе Мы просто отыгрываем без всех декорация Декорация актеров просто на камеру Тот текст или ту ситуацию, которая будет в самой рекламе Потом из этих 500 человек Режиссер отбирает, ну, человек 40, может, 30 И вызывает на повторную встречу уже с ним лично И мы уже пробуемся там в паре с партнером Вот мы попробовались, ушли и ждем Если тебя не утвердят, тебе просто ничего не скажут Вот тебя утвердили И такой, вау, кайф Потом есть день примерки одежды Еще один день Ты приходишь на примерку Полдня там меряешь эти футболки разного цвета Штаны разного цвета И потом выбирают там какой-то лук И последний день, вот четвертый, получается Ты приходишь уже на съемку И я помню, мы снимали эту рекламу Я 24 часа просидел на диване С одной стороны легко С другой стороны, ну, ну, вот так вот снимается реклама Очень долго Пока один план выставят Там сделают всю перестановку Настроят цвет, вы снимаете Потом это отсматривают еще час Потом в другую сторону выставят Еще все это, перестановка 2 часа И вот так, ну, не 24, ладно, 20 часов Там было точно А было такое, что сняли какую-то рекламу А потом не выпустили Да? Да, у меня было такое Когда ты снимаешься в рекламе какого-то продукта Ты его очень много ешь Это была реклама сыра У меня там был кадр Там, где я кусала прям половину сыра Ела Ты же любишь сыр Я любила сыр до этого момента Потому что под конец съемки Я уже сидела зеленая Я просто отходила Тошнила Возвращалась в кадр И вот так вот проходила Да, финал моей съемки В конце просто ко мне подошли заказчики Достали головку сыра Я такие, это тебе Ты такая молодец Я стою просто Такая Спасибо Очень приятно Почему тебя постоянно Так вот хотят на рекламу? Я могу объяснить В рекламе 80% Это внешность Типаж У меня такой типаж С войского парня Ну, с района Вот меня можно ассоциировать С обычным человеком на улице Этим самым бренд показывает Что мы такие же, как вы В этом и фишка была Что меня никто не узнавал Потому что если меня оденешь В одну одежду А потом в другую И вставишь в разные рекламы Будет казаться, что это разные люди Ну, вот у меня какая-то такая внешность Неузнаваемая Это такая особенность И поэтому, видимо, меня брали Потому что важно На второстепенной Какие-то такие роли Где бренд на первом плане А не медийное лицо, например То брать такое, как бы Универсальное Да, что-то непонятное И поэтому, может быть, так сработал Ну, и плюс По-актерски, видимо Могу выдавать нормальные Классные эмоции В сравнении с остальными Много ходишь на кастинге просто Когда я решил этим заняться Я решил, что я буду ходить Да вообще на все кастинги И не пропускать Когда я только начинал Три с половиной месяца Каждый день Не пропускал ни один кастинг Там сбегался С этой своей постоянной работы Потому что очень хотел попасть На первые свои в жизни съемки И меня утвердили В рекламу почта Банк с Громошом С актером Он только появился Этот банк И я получаю фингал под глаз На репетиции Своей в актерской школе То есть мы отрабатывали Там сценическое движение Падение Он меня сильно кинул Партнер Я не успел руки подставить И просто фингал вот такой Фингалище У меня вообще никогда не было фингалов И он сполз Я прихожу на примерку Говорят, ну типа Гримеры Мы ничего не сможем с этим поделать Потому что он даже опух И меня слили с нею Мне было так обидно То есть ты три с половиной месяца Ходишь Стараешься, блин Получаешь наконец Еще деньги неплохие были И вот так вот тебя сливают Но у меня все через испытания Я прошел как бы Преодоление Да Такая статистика Сколько надо обойти кастингов Чтобы наконец тебя Кто-то взял Мне кажется Тут не может быть никакой статистики Тут все индивидуально Кто-то может прийти Просто случайно Вместе с тобой на кастинг И его утвердят Хотя он даже не актер В кино, конечно, больше играет роль Именно актерский талант Ну, как ты по-актерски играешь Вот там типаж Плюс актерский Да, типаж тоже, конечно, важен Но там все-таки На актерскую игру смотрят В рекламе Там готовы даже человека с улицы взять И вытащить из него эти эмоции Просто с переработками Но взять тот типаж, который нужен заказчику Сколько бы людей не ходило на кастинги Ну, во всяком случае В Москве на рекламной снимаются Одни и те же Я вот Настя, Саша Макаршин Который был Если так присмотритесь Внимательно в рекламе А они просто ненавидят? Ненавидят Ну, рано или поздно Какая-то смена происходит Ну, да Но потом все равно опять Одни и те же Одни и те же А зачем тебе тогда ходить на кастинги Если они уже тебя знают Что ты умеешь Есть определенная структура Работы с клиентами И они понимают Что они уже меня возьмут Они понимают, что я сделаю Но надо материал показать Сдать кастинг То есть все должно быть официально Потому что бюджеты огромные У рекламы, которая снимается на ТВ И там все-таки такая бюрократия Ну, не бюрократия Как бы По факту все меня знают Те, кто продакшн Режиссер, продюсер, кастинг-директор Все Но заказчику все равно Все надо показать И там уже режиссер сам говорит Вот этот парень, да Он все сможет Вот он Запиши Иногда я уже даже После ковида Чаще сама пробы Просто на телефон И мне просто присылают Запиши Я такой записал Все, типа окей Взяли Я рассказал прямо полный Ну да, как раньше Как было После коронавируса Стало проще Потому что уже личных кастингов Стало мало Все отправляешь из дома Только калбеки Это удобно Нам нравится, да, так? Ну Конечно, мне очень Я кайфую Мне так нравится Но хочется на какой-то этап Допустим, в кино Именно Познакомиться с режиссером И слышать обратную связь Потому что ты все равно записываешь Когда пробы в кино Ты отталкиваешься от своих ощущений От того, как ты понимаешь персонажа А режиссер может его по-другому видеть И поэтому обратную связь мне нравится Ну да, нет, все-таки в кино Встречи, кастинги Как бы остались Потому что в кино они не такие массовые Там точечные вызывают Ну да Если уж вызвали конкретно тебя Значит, ты интересен Ты точно приходишь на встречу с режиссером А в рекламе это такой конвейер Давайте про кино Как изменялось кино в последнее время Именно индустрия С появлением стримингов И с появлением платформ Платформа готова платить таким талантливым режиссером И классным сценарием И иногда можно снять что-то выходящее за рамки Что государство не дало бы сделать Топ-3 любимых сериалов ваших новых Мне понравился Почка Блин, я хотел сказать тоже Топи Блин, я тоже хотел сказать Добро пожаловать в семью Но это не сериал Это фильм Со мной в главной роли Но просто очень Ребят Он есть на Кинопоиске И на всех платформах А, Два холма Два холма, да Тоже такое Мне понравилось Так, ну а вы профессиональный актер У вас есть актерское звание? Да Да Что вы? У тебя нет? У меня нет Ну, Настя, ты училась просто Ну, я училась, да Но я не доучилась Я ушла Почему? Я училась на платном Мне обещали каждый год перевести меня на бюджет Мне просто уже не хватало бюджета Мне не хватало денег и сил Чтобы это все зарабатывать И в какой-то момент вот я приняла такое решение Просто уйти Ну, я поняла то, что я получила какие-то навыки определенные И дальше мы должны были уже просто ставить спектакль И работать над спектаклем И я сказала то, что ну все Так, а в театрах вы не играете? Я играл в театре «Содружество актеров Таганки» с ребятами Когда мы снялись в фильме «Один с молчаливых мужчин» Там все, много ребят было из Таганки Они меня туда взяли На маленькую роль Просто чтобы я за них в футбол играл Да, и мы выиграли этот чемпионат А у меня такая история чуть посложнее Я просто с детства хотел быть актером Прям лет с пяти Я вот смотрел теле и говорю О, я хочу там быть Это классно, мне так нравится Но папа сказал, типа, какое актерство? Это нестабильно, несерьезно Я вообще даже не думаю об этом Я поступил в Бауманг По специальности стартовые ракетные комплексы Закончил Закончил, закончил, да Поработал почти два года инженером В конструкторском бюро И по истечению этих двух лет Я понял, что я нахожусь абсолютно не на своем месте Это неплохо платили Как бы, ну, специальность и специалист Мы разрабатывали устройства, которые Доставляют части ракет на стартовый стол То есть все, что связано с наземным оборудованием Которое доставляет Подвозит ракеты, контейнеры какие-то ТПУ и все остальное Ну вот, все наземное оборудование на космодроме Это разрабатывает наша конструкторская дуга Я так же сказала на первой встрече Не, причем, если мои одногруппники услышат, что я говорю Они могут даже поржать Может, я какую-то херь сказала Ну, вы-то не поймете Типа я просто пару умных слов не знаю Да И потом я все-таки понял, что надо идти к мечтей А денег, чтобы еще в театральном учиться Еще четыре года Ну, это слишком долго И у меня не было столько денег Я закончил актерскую школу почти год Занял денег у друзей Потом начал сниматься Я раздал все долги И понял, что вот, вот это моя такая направление Все-таки, да, это то, что мне нравится Да, я попробовал свою мечту Ну, прийти Может, это и не мое Я просто мечтал об этом Оказалось, да, это мое И я просто ушел с работы И причем я еще так уволился, как дебил Ну, то есть я решил, чтобы уж точно не возвращаться в эту сферу Сделать так Меня утвердили в проект в Турцию Мне надо было уехать на месяц Я подумал, ну, чтобы вообще концы обрезать Чтобы даже не было повода как-то туда вернуться Если денег не будет Чтобы меня даже не взяли Я улетел в Турцию И из Турции звоню начальнику Говорю, знаете, я сегодня не выйду Вообще никогда не выйду Я репетировал эту речь в своей голове Я думал, это будет так круто Он мне скажет, что ты еще дебил Ты еще дебил Ты мог просто написать бумажку Отпроситься на месяц Я говорю, я знаю Я прописал сценарий в своей голове В реальности Да, причем начальник молодой Он абсолютно нормальный Ну, то есть вообще адекватный, нормальный мужик И он уже видел меня, что я снимаюсь Говорит, ну, короче, разбирайся сам Как ходишь, с отделом кадров А ты всегда хотела стать актером И все-таки иди Только денег нет Ну, да, примерно так было Мне мама говорила Иди в медицинский И я отшучивалась И все И дальше шла по своим актерским делам Просто поехала потом поступать в Москву Ну, я поехала на первое поступление В тайне от родителей в Москву Но потом, через несколько дней Понятное дело Я осталась у сестры в Москве Она уже тогда жила Это был максимально глупый план Она позвонила Да, она у меня Все Проходила все поступления Все этапы поступления Тоже такие адские Выматывающие И вот поступила И все Ну, развивается платформа Открывается Проектов много Что-то поменялось За последний год Ну, когда все случилось Конечно, все остановилось Все стало непонятно Но я смотрю по пабликам И по своим там кастингам Что очень много проектов Прямо сейчас запускается в России То есть для платформ По моим ощущениям Все запускается Вот опять продолжилось Как чуть ли не в прежнем формате Но очень много запусков Много запусков Но, по крайней мере, за этот год Я читала несколько сценариев Я ходила на пробы В полные метры И в сериалы И тот формат То направление Которое сейчас идет в кино Я понимаю, почему оно идет Но мне оно просто Не сильно симпатизирует Там просто сценарии Да, концепты Стали более религиозные У вас были мысли уехать? Во-первых, мы планировали И так поехать путешествовать Так все совпало Но и мне вот Открылись глаза Ну, как бы После 21 сентября Я уже сам почувствовал Как бы Что вот Конкретно тебя касается Да и как бы Я давно хотел позимовать Где-то еще Потому что из Москвы сложно уехать Потому что там Постоянная гонка Кастинги, кастинги Ну, тут такое Такое дело Ну, что говорить Ну, мне вообще не нравится Мне нравится Москве Я люблю Москву Просто мы вот Чуть дольше задержались В отпуске Ну, я пока не представляю Как можно На совсем уехать За счет того Что в Москве Очень развита Индустрия кино И на таком уровне Как она развита там Это только Лондон Европа Да, Лондон мне понравилось Но там такая сумасшедшая Конкуренция И кому мы нужны Своим русским акцентом Играть шлюха бандитов Только Я вот недавно пробовался Пробовался сейчас В индийское кино Ну, да На русского бандита Ну, какой русский я бандит Серьезно Что ты говорила О моей маме? Я хочу тебя убить Сейчас 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 Кажется, я, конечно На русского бандита Не подойду Но попробоваться стоит Потому что я могу Понравиться режиссеру Он меня может еще На что-то позвать Но я не знаю Мне очень нравится Москве И моя такая философия И вообще, как я Хотел бы в идеале существовать Например, жить в Москве Писать самопробы И сниматься Хоть по всему миру Я так работал в Турции Я так работал в Южной Африке Полтора года Ой, полтора месяца жил Я ездил в Европу на съемки И это круто Потому что бывают проекты Когда ты из России Пишешь пробы И тебя просто Ты летишь туда Позироваться в Москве На Кипре Вот мы тоже встали В актерское агентство Тоже какая-то реклама приходила Мы туда пришли Скали привет Да Не, я в Фейсбуке С ними списался Предложил с себя Говорю, вот И у меня еще есть Три актера с собой И мы все И мы все Горьбой туда приехали Записали визитки Но я посмотрел по сайту В целом Неплохо снимают рекламу Ну да, снимают На уровне Конечно, меньше По количеству Чем в Москве Много ли вы зарабатываете На своих тиктоках Относительно Съемок в рекламе В кино Нет? Ну пока Это только начинает Расходиться Потому что Тикток особо Дохода не приносил Хоть там и у меня Почти 700 тысяч подписчиков Да А как вот эти 15-летние тиктокеры На Роллс-Ройсах? Откуда они? Ну смотри Как бы в каждой нише В каждой профессии Есть люди, кто Успешный Расход много Есть люди, как бы Те, кто ездят на Роллс-Ройсах Это там, ну грубо говоря И во-первых Многие их берут в аренду И делают видео Фото своей счастливой жизни Я открою вам секрет Всех блогеров Да Да, да, да Они говорят, что купили Они просто берут в аренду Делают фотки Чтобы все думали Ну у некоторых есть Ну конечно У некоторых есть, безусловно А есть знаешь у кого-то? У тех, кто с самого начала Вот сейчас в топе Там Милохин Там Валя Карнавал Они начали снимать Как только появился тикток Они самые первые И поэтому Кто был с самого начала Они больше всех Сделали себе подписчиков И стали топами В этой нише И как бы это 1% Из 99 Кто существует Ну а как вы смотрите На вот Новую молодежь Современную Которые все хотят Быть тиктокерами Я, честно говоря Вообще ничего против не имею Вот эти кривляния На камеру Для детей особенно Это все-таки их развивает Не, ну на самом деле Они очень развиты В плане там Мимики Им прикольно Мы же тоже в детстве Снимали там Какие-то клипы На старые такие Телефон Еще что-то Они вот развиваются Актерские И если допустим Попросить мою маму Снять с ней тикток Понятное дело То что она там Ну не сможет как-то Не будет понимать Как выгодно Себя продать В тиктоке А если попросить ребенка Он сразу там Тебе сделает Конечно Это во-первых Для них игра Если они это их затянет Они потом просто Могут зарабатывать деньги Если они начнут Раньше в 15 лет Я начал типа в 28 Там в 29 Этот тикток снимать Он в 15 лет начал И если он будет продолжать Это представляете В 22 Сколько у него подписчиков Уже будет Это бесплатный инструмент Это бесплатная медийность Которую ты можешь заработать Просто делать это постоянно Сколько надо времени Чтобы что-то там Начать зарабатывать Надо сделать Какое-то количество Вообще аудитории Я думаю полгода Надо на это работать Каждый день снимать видосы Не меньше В прошлом году 20 мая Просто запомнил Выложил видос Который у меня зашел На 6 миллионов И вот с этого момента Я начал снимать видосы Каждый день И может быть Какая-то рекламная интеграция Ко мне прилетела Ну летом Да В августе В июле Ну типа 3-4 месяца Пришел менеджер Предложил придумать Тикток Там для бренда Но я просто им снимал И все Я отправлял Они мне платили деньги Вы не проходили Никакие курсы По тиктокам Нет Нет Но я сейчас сам их делаю Я обучаю Я эксперт парился По тиктокам Эксперт Это правда Я знаю Что надо сделать Чтобы твои видео Залетали в тренд Что надо Приходите на мои курсы Смотрите Первое Постоянство Надо снимать каждый день Второе Качество видео Надо снимать Стараться на вот эту камеру Потому что это все-таки Лучше качество Чем фронтал Хороший свет Обязательно Самое простое Просто встаньте у окна Если у вас нет там Софтбоксов Осветительных приборов Просто днем у окна снимается Чтобы было Хорошо видно ваше лицо Динамический монтаж Очень быстрая смена кадров Потому что люди в тиктоке В институте Они просто вот так вот смотрят Две секунды не зацепило Дальше Две секунды не зацепило Дальше И снимать тренды То, что сейчас в тренде Даже под в тупую Повторяется за Большими блогерами У которых много просмотров Ты снимаешь один в один Выкладываешь Более-менее качество Он точно у тебя зайдет Вот ты не знаешь, что снимать Не знаешь, что делать Открываешь Смотришь, какие видео Повторяются у разных людей С под одну музыку Ты берешь Пишет же текст Точно так же снимаешь Просто выкладываешь Получаешь просмотры Все, я помню Снял видос Как проснулся дома Под какой-то звук Где там Я уже не помню, что было Но просто Очень просто было снять И это было в тренде Я проснулся Прямо проснулся Открыл Увидел Вот так вот Снял Три миллиона Все Тикток Это максимально тупое Тупое вещество Я не знаю, как это сказать И как это работает Ты бывает Запариваешься над видео Там по два дня Она не заходит А бывает Что-то снимешь За три секунды На бенч Но мне нравится И я как бы к этому шел Финальная точка моя Сниматься в кино И в сериалах В главных ролях Во всяком случае в России Я хочу сделать себе имя в России И потом уже думать О какой-то Международной карьере Для меня Ближайшая цель Сделать себе имя В России Стать самым лучшим актером В России И тиктоки Легко тебя туда могут Да, и тиктоки Делают мою медийность Это такой инструмент Чтобы мне туда попасть И мне прикольно Действительно, не буду скрывать Мне нравится Внимание к своей персоне Мне нравится Что меня дети узнают Тебя узнают? Да Я был как-то в Артеке Постоянно Вот летом Нас пригласили В Артек В лагерь Представить фильм Один из молчаливых мужчин Про футболистов И я как зашел в этот лагерь Там очень много детей И они все мои подписчики Они знают меня все Просто ко мне очередь стояла Чтобы сфоткаться У меня такого не было Я охренел Как будто бы Джастин Бибер Какой-то сын В Артек Просто меня не отпускали Куда бы я ни заходил Везде Ну ты с кем-нибудь там Снял ТикТок? Да, мы что-то Кстати, по-моему Что-то снимали где-то Очень много детей И я прям Почувствовал себя Такой Суперстар А на Кибер Кто-нибудь узнавал уже? Да, узнавали На мастер-классе Мы проводили мастер-классы Актерские Для детишек И дети были мои подписчики Мы с ними сняли ТикТок Да Я их выложил Я их выложил к себе В ТикТок Так, ну и что у тебя? Какая цель? Ну, я хочу просто Сниматься в кино Мне нравится Киноиндустрия Мне нравится больше всего Перевоплощаться Нравится куда-то Вживаться в образ Мне нравится к себе Внимание Такого большого формата Как Славе, допустим Вот Слава прям кайфует Мы когда были там На красной дорожке Прям смотрела на него Вот так вот Думаю, боже мой Он прям на своем месте Он ходил Там расцветал Такой цветочек просто А я как бы Мне нравится Немножко так Со стороны Мне нравится сделать Какой-то Продукт творчества И вот я больше Более закрытый В этом плане человек У нас такие разные образы Мне это нравится Да нет У нас же как бы Одна машина Просто я понимаю Что ей нравится Она понимает Что мне нравится У нас вообще Разные подходы И к актерству тоже Я больше технический Я то есть Бац, включил эмоцию Что-то сделал Я такой технический А Настя, она все проживает И она более для кино Ну то есть Она прямо создана Посмотрите ее Вот просто Любое кино У нее очень яркий типаж Она может там Принцессу Ну исторический типаж У нее Она прям вот Какая-то Ее Аристократичная Ее постоянно У нас в комментариях Пишут Это же Какая-то Очень странная Очень странная Дела Да, Макс Макс Очень странная Дела Настя такая Она не любит Прямо публичность Когда вокруг Много людей Но ей нравится Именно в кино И когда ее кино Посмотрит много людей От этого она Получит больше Наслаждения и кайфа А я получаю Наслаждение Просто от всего Где меня все узнают Где меня все знают Вот такой Да, вот сразу Чики-чики-чики Типа да В этом мне кажется Классно Если бы у нас было Это одинаково Было бы может быть Сложнее Ну да То есть я люблю Да А тут как бы И мне нравится Что вот Я прихожу И как я себя В голове представлял Мы такие вдвоем идем Нас все фоткают Там такая пара И чтобы нас знали Все как пару Типа самая классная Актерская пара Расскажите Где вы познакомились У меня было тяжелое там расставание После прошлых отношений И у меня Да И у Насти тоже Я просто гулял Тусил Как бы И потом в моменте Мне стало скучно Я хотел с кем-то погулять Что-то потусить Пойти Я просто открываю сторис Я гулял тусил Мне стало скучно Я захотелся Ну да-да Ну как бы Гулял тусил Это в общем промежуток времени Плакал дома Перевод А вот это конкретный период времени Вечер Вечер Ничего не происходит Я решил погулять И потусить Нет Закрываю инстаграм Листаю сторис Блин Кого из девчонок позвать Ну типа Ну смотрю Он попадается Насте Говорю А мы как бы были знакомы Потому что я знал его Ну типа Общаюсь с предыдущим ее там парнем И я его знал И мы были типа Знакомы с ним Я был мой лучший друг Да не, не лучший друг Да мы с ним и сейчас общаемся Да нет Ну да, мы сейчас общаемся У нас все было официально Мы разошлись И я его И Я просто Привет пока Мы увиделись на кастингах где-то Я смотрю типа Что делаешь Я смотрю она там Сторис Досталась парня Плачет там Не, начался уже Вот этот период там Где я фоткаю с цветами Я говорю Пойдем побухаем Вот так я сказала Да Она говорит Пойдем Нет, я сказала У меня грязная голова Я не буду ее мыть Пойдем Он сказал Ну я тогда тоже Не буду мыть Из солидарности Все Хотя она была чиста Ну ладно А вообще нет Вот И мы короче пошли Она говорит О, пойдем в рюмочную Там какая-то в Москве есть Прикольная рюмочная Да На Китай-городе И все Мы туда пошли Что-то разболтались А Слава меня вообще До этой встречи Очень сильно бесил Нет, мы просто До этого переписывались И он зацепил меня Юмором Что-то Что-то Он как будто Как-то пошутил Так Я думаю Ничего себе Шутить умеет Смешно Смешно Я даже улыбнулась Не просто смайлик отправил И потом Что-то он написал Как раз про расставание Я тоже думаю Блин, я тоже рассталась Надо Как бы Собутыльники Хорошо Встретиться Да И он написал Ну давай Я буду твоим психологом личным Я изливал там Ей душу Она слушала Главное Такое прикольно Слушать Она такая скажет Так у вас несовместимость Ну ты бы раньше пришел Нет, я тебе скажу больше Я-то знала их пару А я уже тогда Разбиралась в астрологии И я когда была еще Бывшим молодым человеком Я всегда Когда сходятся какие-то пары А свою-то что Не разобрала пару Когда встречалась И когда Хороший вопрос Сейчас скажу Сердце не прикажешь Нет, сейчас отвечу на этот вопрос И когда сходятся какие-то пары Я сразу делала на них ставки И вот когда Они сошлись С бывшей уже Девушкой Я такая говорю Нет, они расстанутся Все Ждем Да, ждем Ну я как бы не собиралась После этого Слава Потому что он меня раздражал Вообще Он мне казался Каким-то надменным Высокомерным Ну потом пошутила Один раз И я думаю Вал, ладно Да Можно жить Да нет Он оказался очень таким Вообще Другим человеком Чем я себе представляла У меня Луна в Скорпионе Сразу не показываюсь Какой я есть Это я уже Меня просто еще пугают Парни Которые в инстаграм Постят все фотки Там, где они вот так улыбаются Это он? Это он Я когда только познакомилась Если ты пролеснешь Там на На апрель 21 То там у него подряд Где-то фоток 6 Ну может быть Я думаю Господи Маньяк какой-то Не, ну Я уже снимался тогда И благодаря этой улыбке Как бы меня тоже утверждали Ну типа такая Ну понятно, да Почему актеры Так часто встречаются С актерами? Блин, я очень хотела Не встречаться с актером Почему? Ну потому что Мне кажется На одной волне Ну встречаются Потому что на одной волне И вряд ли кто-то поймет еще Эту профессию Допустим Если я пойду И скажу Инженеру Мужчине То, что у меня сегодня Постельная сцена Ну Ну он может Немножко не понять Мне кажется Хотя тоже Скоро выйдет у тебя Проект Содержанки, да? Да нет Где Настя? Где Настя там Постельных сценок Постельных сценок Ну я помню Ну не знаю Спросите Ну там скорее всего Начнется сезон С моей груди Значит сезон пойдет Хорошо Надо сказать Что она часто Отказывалась так сниматься Но в Содержанках Согласилась Потому что Неплохой проект И режиссер Твой вообще Да, режиссер Ламара Прекрасный режиссер Мы с ней начинали Можно сказать Почти вместе Потому что Когда мы с ней Познакомились Это был где-то Год девятнадцатый И она еще тогда Не вышла на какой-то уровень А только собирала Какое-то портфолио Она снимала уже Тогда круто И я тогда ушла Из института И тоже начинала Что-то делать И очень круто Я ей очень благодарна Потому что Она в каждый проект Берет там меня Хотя я каждый раз думаю Боже мой Как ее не подвести Я каждый раз так переживаю Я не отказываюсь Сниматься в постельных сценах Там, где Хороший проект Допустим В России На первом канале Или в каких-то таких Сериалах По пятьсот серий Я Ну я бы не хотела Сниматься в белье Или в Голой Потому что Я знаю Как там будет снят Я знаю Я знаю То, что там Другой подход К телу И другой подход К визуальному Этому отношению Я знала То, что Ламара Она не допустит Снять как-то Неэстетично Чтобы это было Потому что Я ей доверяю У тебя были еще До этого Да У меня до этого Был проект В котором У меня вообще Тогда не было съемок Ничего не было И меня пригласили Дублером Постельных сцен А там девочка Снималась Моя знакомая В этом проекте Максе странных дел, да? Ну да Максе странных дел Она просто Ей 16 лет Ей нельзя было Да И поэтому Они искали девочку А у нас одинаковый типаж В целом Но я просто повзрослее И одинаковый цвет волос И веснушки Ну да Так ты, по-моему Куча дней там просидела А сняли тебя один раз Да Такое было то Что я даже поехала туда В Тверь Я просто там посидела Поела шашлыка Еще что-то поделала И уехала в Москву Какие-то бывают задержки На съемочной площадке Какую-то сцену Не успевают снять А актера привезли И уже оплатили Да Ну перенесли смену Еще одна добавилась Что твои родители говорят теперь? У меня мама Она всегда была не против На самом деле Против был папа Он вообще категорически Не принимал Нестабильность Там если бы я пошел В космонавт Он был бы рад А я с образованием Мог пойти Я больше скажу Я даже записывался В космонавты Но к сожалению Это не мое Да А кстати Юля Пересель Слетала в космос И она актриса И я бы полетел Тоже как актер А как просто космонавт Мне это не интересно Мама была как бы В целом не против Она даже сама У нее есть такие задатки В целом Артистические Да, это точно Папа прям такой У меня В закалке Ну как бы Несерьезно Ничего не это самое Ну когда уже Из-под влияния я вышел Уже повзрослел Закончил там университет Я как бы все-таки уже Я понял, что я решаю Что я хочу Пошел учиться Он конечно скептически К этому относился Когда я ему рассказывал Пап, смотри А я там вот там А я там вот там Он такой Да-да Ну как бы Никаких эмоций По этому поводу Не проявлял Но случился момент Я все-таки уже Часто начал мелькать И когда ему Его друзья Все окружение Начало говорить А мы-то твоего сына видели А Славка-то в клипе Федерик Феллини Сейчас там По полмиллиарда просмотров Типа все под вашу песню Зажигаем А в фильме его вот видели И он такой Уже как-то Такой Уже гордиться начал Уже понял Что Он не верил Что с этого можно зарабатывать Я говорю Я сам как бы живу На эти деньги Зарабатываю И он уже такой Ну типа Уже проще К этому начать относиться Потом его позвал На премьеру фильма Фетровый роман Кстати в ютубе есть Можете посмотреть Это такая военная история Очень классный Там о памяти предков Что надо не забывать Всех И все остальное Очень действительно Клевый фильм Сходил на премьеру И я думал Но он вообще не очень На самом деле Русские фильмы тоже любят Ну так Я не подумал бы И он после фильма Мне такой говорит Блин Мне очень понравилось И я такой Прям Аж как-то Слеза так поступил Но я не показал Виды Но я прям был рад И потом я его вообще Позвал на фильм Один из молчаливых мужчин Про футболистов Ну там он супермасштабный Естественно Качественно Круто снят Он говорит Тоже классно И последний фильм Добро пожаловать в семью Он вообще кайфанул С его с этой комедией Ну то есть все Он типа уже принял это И гордится Ну он никогда Это не показывает Там не проявляет Ну просто такой человек Но он всегда Через маму передает Типа твой сыночек То опять там И мама мне вот типа Говорит Вот такая у него система Ну вот в итоге Все принял Все классно Не, у меня у мамы Самый главный вопрос Всегда после любых съемок А тебе заплатили хотя бы? Родители до сих пор Хоть покорнили До сих пор спрашивают Ну у тебя работа есть Все нормально И папа мама А что, а деньги? А работа есть? Вот мама постоянно Я говорю Мама Не спрашивай меня про это А еще она обычно спрашивает В тот момент Когда реально Гот работает Он такой Да мама, блин Так как ты Чувствуешь что ли? У вас часто бывают Вот эти моменты Нестабильности Непоняток Ну у меня всегда Зимой наступает Такой момент Особенно вот после Нового года Где-то по середину Февраля Из-за того, что там Какие-то праздники идут Там вообще нет съемок Да, да Бывает нестабильность Часто Но поэтому Чтобы ее не было Мы прокачиваем Свои социальные сети Чтобы заработок был Всегда с рекламы Если нет съемок В этом моя цель И это точно сработает Там в кино Или в рекламу Тебя могут утвердить Или не утвердить А когда у тебя растут подписчики У тебя точно будет Заработок И чем больше подписчиков Тем больше заработок Тут карьерный рост Как бы не ограничен В этом как бы моя логика И поэтому это сейчас Уже начинает помогать Я так скажу Инстаграм круче Монетизируется, чем ТикТок То есть у меня с инстаграма Там 35 тысяч Сейчас подписчиков Но очень активно растет Очень активно Очень быстро Мы выложили первое видео В конце августа Да То есть рилсы у нас набирают По 10 миллионов просмотров Охваты За последнюю неделю У меня 40 миллионов охватов Видео Врился И мы получается За три с половиной месяца Славе сделали 33 тысячи подписчиков Или сколько Да, да Но очень тяжело Конечно Они набираются Да Очень тяжело набираются Но они как бы Очень круто работают Потому что инстаграм площадка Монетизируется классно ТикТок послабее ТикТок на медийность Больше работает Поэтому мы вот Задержались Чуть дольше Чем мы планировали На Кипре Потому что да Есть возможность Нравится вам Кипра? Да, я был здесь Да Я был здесь 9 лет назад 9 лет назад Да Студентом еще 9 лет назад я получила паспорт Тут дело в том, что У вас огромная разница Ну не огромная Ну большая Ну мне вот завтра будет 24 Славе 31 Один мне? 31, да 7 лет 7 лет Ну просто эти 7 лет Вообще не ощущается Мне кажется Слава моложе, чем я Ощущается Седых волос Не больше появились А, но седые волосы Да А так вообще Слава мне кажется Моложе, чем я Потому что я иногда Могу такая ходить Супер серьезно Он такой У вас не была идея Сделать один аккаунт У двоих И туда выкладывать Свои парни Ну мы не настолько Ванильная парочка Ну да Это уже перебор По-моему Двоем в одном аккаунте Это вообще Too much Это уже слишком Пусть она тоже Свой прокачивает Насте тоже Подписывайтесь на Настю Потому что К ней тоже Подписываются люди Мы же делаем Рилсы С авторств И мы равноценны Два автора Поэтому У нее такие же охваты Как и у меня По сути Ну иногда Вот допустим Даже мы снимались Платьями Там где-то Щит-щит-щит Вот Это я нашла Вообще Весь полностью Рилс Собрала девочек Купила платье Все-все-все Сделала И пожертвовала Своим авторством Потому что На девочку Девочку позвала Девочку позвала Блогера И она на этих условиях Как бы знакомая С ним согласилась Все слава-славе Все слава-славе Но меня в целом Это устраивает Мне устраивает Такая позиция Чтобы я там что-то делала Да Я вел переговоры С внешним миром И как бы Те задачи Которые надо ей сделать Я ей говорю Чего надо И сам Тем людям Вот роли А вот ей Неудобно общение Вот с тем С кем-то договариваться А я такой уже Вообще На изи Я знаю Сколько Что стоит Если надо Значит Со мной Общаются Ну я как агент По сути Еще про Интересные роли Которые Фильм Добро пожаловать Семью Это такая Большая роль Главная Ты там снимался По времени Три месяца Мы снимались В Минске Во время протеста Выходишь Там Центральная улица Идет какой-то Митинг Там каждый день Были митинги И вот В моменте был митинг Когда шли пенсионеры По понедельникам А в конце Они обкидали их Суету шумовым гранатами Например Но если ты не лезешь Во всю эту кучу То все окей Было так Что был съемочный день Мы снимали их в парке Сидел в своем вагончике А потом А по дороге Просто шли митинги Там людей Говоря били Такое конечно Но Минск мне очень понравился Очень реально добрые люди Такие добрые И еще я узнал Что Худи По-белорусски Это байка Они говорят Ну да Вот эту байку Мне передай пожалуйста Я говорю Чего передать Какую байку Было классно Будет вторая часть Будем снимать Весной следующего года Он классно зашел Вообще Очень много просмотров На кинопоиске В онлайне Учитывая реалии коронавируса Что откладывалось Премьеру очень долго Когда началась война Все голливудские фильмы ушли И мы вышли в прокат С этим фильмом Очень мало собрали Слава просто так сильно переживал Правда хороший фильм Слава смотрел каждый день Там по просмотрам Кто ходил в кино И он так переживал То что он не зашел И потом в какой-то момент Он так сильно выстрелил На кинопоиске Что вот они предложили Снимать вторую часть В топ-3 фильма Прямо за месяц На все Прямо долго он держался Да в топе Эту историю слышала тоже Про майор Гром По-моему Что он тоже Астрично там провалился А потом за счет фанатов Все собрались И посмотрели По-моему какой-то пилот Они сняли И потом Не захотели запускать А мне понравилось Мне тоже понравилось Как голливудский фильм Только русский Очень простой Понятный сюжет Красивая Сочная картинка Мне как такому Тупому зрителю Я который не люблю Глубоко копать И мне вот Просто сидеть Попкорн поесть И посмотреть И я Ну это прям Как для меня развлечение Потому что если С Славой сесть Посмотреть какую-нибудь Драму Или какой-нибудь Философский фильм Он через 5 минут Уже там Фефе будет играть Или еще что-то Или я буду его Смотреть внимательно Если это фильм Действительно Много отзыв Там он что-то там Занял Да если там Оскар получил Я прям да Буду его смотреть Серьезно тебе Вот интересные Какие-то сложные Нет Ну такое вообще Ну я люблю Мне понравится фильм Например Интерстеллар Классный Начало Ну да Вот такие мне нравятся То есть Чтобы прям сидеть Левиафана Смотреть Звягинцева Я вот точно не буду Прям не про меня Прям вообще Не про меня Я люблю поржать Посмотреть комедии Или просто Типа 12 друзей Оушена Вообще кайф Для меня кино Это развлечение Я смотрела Очень много Фильмов с Николь Кидман Потому что Она похожа на тебя Да По типажу Чтобы я понимала В чем я хочу Нет Мне она не очень нравится Чтобы я понимала В чем я хочу сниматься Куда ее берут И примерно Значит это вот Мой типаж Через 10 лет Я хочу сниматься Вот в таких драмах Типа как Крольчья нора О мне очень нравится Еще Ева Грин Вот фильм Чрево Просто Это безумно Я влюбилась Я его столько раз Пересматривала Не писать словами Но если из драм Смотрите Мне понравился Фильм Отец С Хопкинсом Он действительно Очень круто играл И я не отрываясь Просто смотрел Три билборда На границе Эббинга И Миссури Хотя я отвлекался Честно сказать Недновато было местами Отвлекался Очень мне понравился Этот фильм Отвлекался Но потом Но потом Но потом Нормально Захватил Хорошо А еще Слава Ну не любит Пересматривать фильмы Я там могу Какой-то фильм Ну да Не просто Объясните мне Пожалуйста Дорогие телезрители Нет Объясните мне Вот ты Посмотрел фильм Ты такой Знаешь Что в нем будет И такой Садишься Смотреть еще раз Но ты Знаешь Что будет дальше В чем смысл Нет Во-первых Сложные фильмы Бывает так Что ты Когда смотришь Ты иногда Забываешь финал А вот Я-то не смотрю Ты забываешь Финал Или забываешь Какие-то события Но все равно Которые там происходят И ты вроде Помнишь О чем там Но ты не помнишь Почему он тебя так зацепил Ты помнишь название Или что-то Ну да Не Но если много времени прошло Да Согласен Наверное Ты просто пересматриваешь Прикольно Я плюс-минус Так хорошо Как бы запоминаю Ну и мне вообще Неинтересно Потому что я знаю Сложные фильмы А это кто? Я путаюсь Я вообще Я себя дебилом чувствую А почему он так сказал? Когда мы посмотрели Первый раз Слава его фильм Он спрашивал А, да Я тоже тупил Своем фильме Да Тупил в своем фильме Поэтому я и стал актером Хороший актер Это тупой актер Когда ты долго не думаешь Что говорят сделать Ты сделал И вот мы смотрели фильм Добро пожаловать семью раз девять И Слава каждый раз удивляется Чему-то новым Там просто много таких линий И я такой Вау Прикольно там Володя все закрутил Думаю, вообще класс А он мне присылал Вторую часть Почитать сценарий Я сказал Вау, классно Ни хера не понял Пошел ко мне такой Ну а если можешь прочитать? Он мне присылал Синопси Говорит, ну как? Я говорю, классно Можно меня побольше Просто туда вставить? В целом Все, что мне надо Как вы вот кино смотрите? Вы оцениваете актерскую игру? Я всегда оцениваю Актерскую игру И я всегда разбираю Персонажа сразу Я всегда знаю Что будет в конце Потому что я разбираю персонажа Как я разбираю сценарий И, допустим, я сажусь смотреть Сложный фильм Я сразу такая Ага, у него сверхзадача Умереть с достоинством Значит, он сейчас будет делать все Чтобы там прожить жизнь на полную Значит, в конце фильма он умрет Ага, а в это время я спрашиваю Настя, а это кто? Ты не думала сама Какой-нибудь сценарий написать? Я думала об этом Да бабки нужны Нужны деньги для реализации Или подаваться в фонду Мне очень нравится то, что мы с Славой вот такие разные В том плане то, что нам в работе очень комфортно Потому что он хорошо умеет общаться Он хорошо умеет отвечать там За какую-то материальную и более земную штуку И мне очень в этом плане комфортно там с ним работать Мне так вообще ни с кем не было комфортно Но я когда на площадке, я тоже отключаю это все И я актер Не, ну Слава, несмотря на то, что он вот такой земной Мы когда записываем пробы Я не понимаю, как он, блин, черт это делает Потому что он становится перед камерой И такой, да-да-да Мы ставлю, мы такая Начали И он там плачет Я вместе с ним плачу Я думаю, да как ты это делаешь? Мне, чтобы этого состояния добиться Я там прорабатываю Этот сценарий Я расписываю, прописываю все Проживаю, вспоминаю, прохожу И он такой раз И потом А, да, все? Так, а что там? Давай посмотрим Да я тоже технически это проработал Как вызвать слезы, например Он в этом плане, конечно, монстр Потому что мне, чтобы записать пробы, надо часа три Я там пока голову помою Пока накрашусь по образу Пока подберу одежду Пока там все распишу Ну и расписываю я обычно за день еще Я там все расписываю, прописываю Внутренний монолог Он, ему выслали Он ставит себе на бегу Не всегда, не всегда Иногда, если что-то реально сложное Как бы я тоже готовлюсь Ну да, как бы он может так раз Записать и записать очень качественно Обычно на рекламу мне присылают Какие-то тексты Я прям его сходу читаю, делаю Потому что я уже понимаю, что надо Ну вот в рекламе так точно Как это подать Что там рекламируется С какой нужной до подачи И какие сделать паузы Ну короче, я уже все понимаю Как работает для рекламы А можешь рекламу сказать? Дорогие друзья Подкаст проехали Про жизнь в эмиграции Подписывайтесь Подкаст проехали Про жизнь в эмиграции Подписывайтесь Подкаст проехали Про жизнь в эмиграции Подписывайтесь Подкаст проехали Про жизнь в эмиграции Подпишись И вот так мы типа делаем Когда рекламу записываем Сразу несколько подач Разные дубли Чик-чик-чик-чик Чтобы заказчик бац Выбрал, чем больше нравится И все Так, а какой-то аудиорекламе Озвучки Я пару раз озвучил Да, озвучка И самый прикол, что себя иногда в рекламе актеров переозвучивают сверху, другие голоса какие-то рекламные. Мой голос никогда не переозвучивают. И плюс я иногда в этой рекламе своим голосом пэкшот озвучиваю. Я вообще не думал, что мой голос, я даже раньше его стеснялся, что он в целом прикольно звучит. У меня он тоже нестандартный, у меня больше он молодежный. И когда нужна нестандартная креативная подача каких-то продуктов молодежных, типа спрайта, я озвучивал пэкшот. Для ВК я снимался, тоже я пэкшот озвучивал. И вот ты своим обычным голосом подачу записываешь, да. Ну и плюс у тебя педагог хороший был. Да, и педагог хороший. У нас просто один и тот же педагог был по речи. Мы это выяснили как-то абсолютно случайно. Сникерсы, ну вот ролики, которые мы сами переснимали, типа Орбит, там жвачка в ТикТоке, которые зашли. Почему-то люди думают, что я реально в этой рекламе снимался. А мы их просто пересняли в кадр, в кадр. Вот, а была прикольная история, что перед Евро по футболу, вот был в России чемпион мира, до этого был Евро. И там снимали ролик Орбита, жвачка реально. В Малаге, в Испании, в России был кастинг. Российский режиссер Жора Крыжовников. А он снимает такие классные проекты, там «Звоните Ди Каприо», например. Я очень хотел там сняться у него. И я прошел отбор, и выбирали между двух человек, мной и еще парнем из Питера. Ди Каприо. Мной и Ди Каприо, да. И у меня как бы все, документы были, там, шенген открыт. Я так хотел в Малагу съездить в рекламе, еще сняться у Орбита. Просто кайф. И так долго тянули, так долго тянули вылет, потому что выбирали между двумя людьми. Можете там загуглить этот ролик, но он есть там, Орбит Евро 2018, 16, Евро 2016. Короче. Короче, тебя не выбрали. На таксиста, да. И меня не выбрали в самый последний момент. Я подумал, ну ладно, я сам снимаю свой ролик в Орбит. И фиг с вами. Это было век с маленьким. Ну, типа того, да. Да, я просто очень хотел с Жорой Крыжовником познакомиться, потому что он снимает проекты, в которых я бы был уместен, например, я считаю, в комедиях, в ситкомах, в ТНТшных, все такое. И он очень хотел меня, именно. Режиссер хотел меня утвердить. А заказчики решили по-другому. И взяли парня очень похожего, но менее красивого. Но он реально похож был, реально очень похож. Вы не думали сделать свой YouTube-канал? У меня есть YouTube-канал. У меня там 12 тысяч подписчиков уже. Я туда шорты выкладываю просто параллельно. Кстати, шорты нормальные. Они там классно залетают, да. Я туда просто параллельно, пусть пока растет. Каждый день мое утро начинается с того, что я выкладываю во все свои социальные сети Рилсы. Я выкладываю в Инсту, в Рилс, в ТикТок, в Лайки. Есть детская соцсеть такая, в Лайки. У меня там 120 тысяч подписчиков, по-моему. Потом я выкладываю в Facebook Рилсы. Потом выкладываю в ВК клипы. И Яндекс Дзен. Мне в Яндекс Дзене даже галочку дали. Слушай, а нет какой-то программы, которая автоматически все будет? Если было все так просто. Нет, конечно. Тут же для каждой платформы тебе надо там подпись, может, где-то по-разному сделать. Ты не думал себе нанять какого-нибудь маленького менеджера? Маленького карманного такого человечка. О, привет, Нарюга. Нас с вами ножками потыка здесь выложили. Для режиссеров кино и рекламы важно, чтобы было образование актерское? Они где-то это спрашивают. Кто-то спрашивает, но это скорее, чтобы отсеять... Совсем-совсем не в кассу. Совсем-совсем, да. Людей, которые будут не в кассу. Ну, многим важно, да. Но если многим важно, я говорю, я в ГИК закончил. И что, как ты проверишь? А ты спрашиваешь диплом? Нет, нет, диплом вообще не разный. Нет. В России. У тебя есть самозвание? Нет, диплом нужен для актера, если он хочет играть в театре. Конечно. Если ты хочешь играть в театре, то ты приносишь туда корочку, она там у тебя лежит, пылиться, и ты играешь в театре. Просто меня бесит тот факт, что, например, кассинг-директора могут возомнить себя там богами, что они главные, они здесь выбирают, они режиссер, и могут тебя не позвать из-за того, что ты там закончил какие-то курсы. Да. Вот. Они иногда себе высокого мнения слишком устраивают платный мастер-класс, тренинг из бедных актеров, и так, которые не снимаются, берут деньги, потому что к ним идут актеры, думая, что они с ними познакомятся и будут у них сниматься. А обычно снимаются у них не те, кто ходит к ним на мастер-классы. Да. К сожалению, открою вам большой секрет. Не надо туда ходить. Один раз можно сходить, основную информацию знать. Вот я один раз там был, когда я только начал. Вот когда я только начал сходить один раз, за один раз тебе расскажут все. Тебе расскажут, как работает. Ну, просто, да, ты когда еще не в теме, ты не понимаешь, что как, она тебе просто расскажет. Ну, да. Механику, что, как, работает. Хотя так же ты можешь спросить у любого другого актера. Но каждый раз ходить и вот эти мнимые прокачивать там себя, знакомство с кастинг-директором, меня это просто выбешивает. Да. Поэтому я сейчас развиваю свои сети, становлюсь звездой, и потом мне эти кастинг-директора сами будут писать. Чтобы, потому что, знаешь, сколько натерпелся вот этого отношения к себе как ни к чему вообще. Меня это очень бесит, потому что актер для них просто разменная какая-то. Ну, не ты так другой, вообще насрать. Вот как я начинал, как ведут себя кастинг-директора. Ты, например, приходишь к кастинг, смотришь, ну, ты подходишь, 25-35 возраст, приходишь, и выходит кастинг-директор и говорит, ну, ты не подходишь. Я ехал час к вам, отстоял час в очереди, зашел к тебе в этот самый кабинет, и ты мне говоришь, я не подхожу, запиши, покажи меня. Я знаю, что я подхожу, потому что я уже в этой теме. И я стою, я уговариваю ее, сними, ну, типа, я потратил время, покажи меня, ладно. И иногда она может снять и, скорее всего, не показать. Она же сама делает монтаж. Но, допустим, вот был момент конкретный, я просто рассказываю не с нуля, потому что она говорит, я тебе не покажу. Я говорю, покажи. Ну, типа, уговорил. Она сняла, ну, видимо, все-таки показала. И меня вызвали, представляете, и утвердили. Это что получается, ты вообще не шаришь, да? И после этого она мне уже перестала что-то рассылать, знаешь. Надо с режиссерами знакомиться, с продюсерами, а не с кастинг-директорами. Вот это. И те кто, и сами себя прокачивайте. А не ходите и с поднятой ручкой, и кастинг-директору возьмите меня. Не, у Славы в жизни была крутая киношная история, такую можно снять в Голливуде, или уже снимали много раз. Когда Слава пришел, и ему кастинг-директор сказал то, что ты никогда не будешь сниматься в кино. Это кастинг-директор. Вау, и следующий кадр, Слава на красной дорожке. Я даже не боюсь назвать это Юля Марина, кастинг-директор, очень известная, которая делает кастинги на Т-34, Халоп, по-моему, она делала, ну, на большие проекты, прокатные в нашей стране. Такая монополист, вот у нее есть связи с режиссерами, и они ее зовут. Как я только начал актерскую карьеру, меня взял агент и начал звать прямо на главной роли. Я уже, знаете, про себя такой почувствовал, вот он. Как у многих актеров бывает такое, как только начинают, я звезда, меня на главной роли везде зовут. Меня действительно весь месяц звали везде на главной роли, потому что я по типажу подходил, молодой, то что, и, ну, никуда не влетел. И потом просто перестали звать. И так ты ощущаешь и понимаешь, как работает актерская жизнь. Вот когда ты только влетел, и тебя пытаются пощупать, посмотреть, кто ты. А я вообще без опыта, я только начал учиться, я, конечно, плохо еще вообще ощущаю игра. И она мне сказала, хочешь, честно скажу? Ну, за это я на самом деле ей благодарен, она сказала, как есть. Ты неорганичный, какой-то не пластичный, я вообще не понимаю, зачем ты решил этим заняться. Вот так она мне сказала. Ну, ладно, это испытание, я это пройду. И потом она некоторые рекламы еще вела и помнила, меня у меня даже какой-то рядом с ней зажим был. Знаешь, я такой встаю, она такая, да, расслабься, что ты такое. Хотя я миллион раз уже эти кастинги с рекламной проходил. Ну, я просто целеустремленный, и я как бы понимал, что бы вы мне не сказали, я все равно бы делал свое дело, потому что это мое, ну, как бы я чувствую, что это мое. И как бы Юля Марина недавно меня репостнула, когда наши рилсы начали залетать. Там он миллион собрал, она такая, да. А я еще его не взяла? Да. Но она как бы и так не возьмет, и она, мне кажется, просто меня позовет, когда вот уже режиссер приведет за ручку или продюсер скажет, вот его надо. Да. Все, он уже медийный, у него аудитория огромная. Просто надо, потому что он принесет нам кассу. Вот так это работает в продюсерской кино. Да, да. Тебя будут брать, потому что ты принесешь кассу. Ну, при прочих равных, там, актерской способности, как ты на роль подходишь, возьмут тебя, потому что у тебя есть аудитория. Продюсеры с этого заработают, потому что твой проект посмотрят больше людей. Почему Даню Милохина берут? Но он очень классный парень, он очень харизматичный, и достаточно органично смотрится, да. Да, я снималась, у Баскова вместе с ним какой-то был хит, мы вместе снимались, и он постоянно, он очень открыт, он постоянно, у него такой поток неги. Ну, с другой стороны, кокаин тоже такое дело, знаете. Еще раз, не рекомендуем, это все очень плохо, наркотики, кисло, не употребляйте. Такой энерджайзер, потому что он постоянно раз, о, давайте это снимем, о, давай так, а давайте так, о, пойдем, пойдем с тобой снимем что-нибудь. И вот он постоянно. Ну, да, да. Да. Когда я только начинал, да и вообще на протяжении актерской карьеры, ты все равно смотришь, у кого-то круче получается, и ты можешь завидовать. Вот это чувство надо вообще выбирать, отключать, и нам мастер классную вещь сказал, мудрую, что надо заражаться талантом, кто там более талантливый, более круче, где-то успешный, надо заражаться его талантом, а не завидовать. Согласен. Это классно. И вот я этим... Работать? Да. Прям никогда? Бывает мысль. Я вообще никогда не завидовала. Я завидовала. Я вообще... Я всегда смотрю только на тех, кто, типа, успешнее меня, и стремлюсь к этому. И, ну, типа, я иногда думаю, что, да блин, да почему у него так, типа, он просто там какой-то один, там, грубо говоря, видосик, ну, типа, и зашло сильно. Но сейчас уже такого нет, потому что в целом у меня все хорошо двигается. И я доволен тем, как все идет. Но бывают такие мысли, что поделать. Но я еще раз вспоминаю то, что говорил мастер, и что надо заражаться талантом. И поэтому там, да, не Милохин, там еще кому-то, у меня нет абсолютно зависти. Реально талантливые чувачки, которые достойны то, что они имеют. Кроме Валика, ну. Ну, когда ты с сиськой и жопой снимаешь, это все печально очень. Мне кажется, я никогда не завидовала, потому что я как-то даже и не обращала внимания на других людей. И чтоб ты не снял совместный TikTok с Валей? Снял бы. Валя Карнавал мне нравится как минимум, потому что она Скорпион. Ну, если какой-то скетч прикольный, то, может, снял бы. Вот и все. Да нет, конечно, снял бы. Чего я буду ее лить? Конечно, снял бы, блин. У нее много подписчиков. Ну, бывает, что актерское образование мешает? Нет, мне ни разу не мешало. Наоборот, помогает. Я ехал со съемочной площадки в такси. Мы снимались, я играл там футболиста. Мы всю ночь там бегали по полю, снимались. И у меня был рюкзак, там футбольная форма, красные глаза, потому что в 7 утра, и мы снимались там 12 часов. И реально уставший. Везет меня таксист, останавливает полиция. Светит меня фонариком. А что глаза красные? А ну-ка, выйдите-ка, ну-ка, проверим вас все. Обшманали все, меня, таксиста, таксиста, такси, шмотки, все просветили фонариком. Типа, ничего не употребляете? Я говорю, нет, я актер, я еду со съемки. Снимался 12 часов, я очень устал. Если хотите понюхать мои бутсы, вот, пожалуйста. Он говорит, а, что, актер, а где снимаешься? Ему надо начинать рассказывать. Он такой уже психологически, ему интересно. И он уже такой, ну, ладно, типа, езжайте. Хотя, как бы, у меня ничего и не было. На улице бывает останавливают. Например, я иду в темном районе за каршерингом. Он где-то просто, где-то на районе находится, где нет особого освещения, темный район. Я иду, меня патрулька останавливает, тоже спрашивает, что, куда, откуда. В общем, она у меня всего. Я говорю, я спортсмен, я не употребляю. Они говорят, да-да, все вы спортсмены. Ну, типа, знаешь, может, он подумал, я за закладкой какой-то там, где-то иду, а я иду за каршерингом. То есть, я начинаю рассказывать, да, я актер, типа, я вот снимаюсь, иду там со съемки. А не было такого, что хотели покинуть актерскую продукцию? Нет. Нет, это так классно. Так затягивает это. Ну, люди, все актеры, все такие классные, реально. Люди творческие, люди классные. Искренние, открытые. Режиссеры тоже все такие творческие, офигенные. Ну, то есть, это прям мое, короче. Не хочется уходить из того, что твое. А есть кто-то, кто вам завидует? Да, я уверен. А я еще, я больше скажу, что... Я больше скажу, что мне это может быть плохо, но мне нравится, когда мне завидуют. Я чувствую в этом какую-то свою силу, что я иду правильно, что мне завидуют, что там позади, что-то там лают, там типа, а как он везде, там плать. Такое какое-то внимание, ну, то есть, я просто не хочу это скрывать, есть кто-то, мне нравится, когда мне завидуют. Не знаю, я не думаю, что мне кто-то завидует. Да, конечно, завидуют. Ну, конечно, такой парень у неё. Ну, парень, да. Урвала сладкий кусочек. Так, а бывает, что вы ссоритесь? Не прям скандалы, но как бы мы разговаривали. Второй год, когда пошёл в отношениях, уже бывают какие-то притирки и общения. Ну, конечно, потому что вы притираетесь. Уже и голос появился там у Насти. Такая скорпевая. Не, ну вы-то всё равно как бы росли в разных средах обитания. Вы по-разному привыкли что-то делать. Вы по-разному чувствуете. Конечно, у вас будут там в первые годы какие-то притирки, какие-то недопонимания. Ну, мне нравится то, что Слава, он готов идти на разговор. То есть не просто там покричать на друг друга и разойтись, и всё. Просто поговорить, можно сесть, там, если есть какие-то эмоции, пойти успокоиться, вернуться и так-так. Просто прикол в том, что у меня есть такая способность, что я умею больную точку в человеке найти, уколотенную. У любого человека, с кем бы я пообщаюсь в какое-то время, я могу за что его зацепить, чтобы ему прям неприятно было. Но меня ты ещё не цеплял. Зачем ты так делаешь? Ну, потому что, когда меня что-то раздразнит, ну, когда мы с чем-то ссоримся, или появляется какой-то конфликт, да, я бываю вредным, и я вот в эти точки бью, чтобы не надо меня, типа, заёбывать. Ну, я так же делаю, потому что я с кем-то... И Настя так тоже умеет сделать. И я делаю вид, что меня она как бы не зацепила. И я так же делаю вид. Хотя я, ну, как бы... Я тебя зацепила. Я зацепила, но я делаю вид, что нет. И я её бывает так же. Но по ней сразу видно, что я зацепила, потому что я знаю. Она плохо скрывает мне прям эмоции, всё на лице. И Слава, он тот человек, который может сочетать меня. Хотя до этого вообще никто не мог сочетать. Я там, если что-то чувствовала, то вообще никто не говорил там, о, ты расстроилась? Я такая, ну, я расстроилась, но я расстроилась внутри. А тут, если я расстроилась и просто могу вот сидеть с каменным лицом, он такой, ты расстроилась? Я такая, блядь. Да, я считываю как будто бы хорошо. Серьёзно, даже простраиваться нельзя в себе. Да, прям всё чувствую. А я как-то вот умею скрывать. И вот общение с людьми – это очень классная фишка, что когда кто-то от меня что-то хочет или как-то уколоть, ну, правда, люди бывают разные, вообще нет. Я никогда этого не показываю. И люди от этого бесятся, что не получается меня уколоть, потому что я не показываю виду никому и никогда. Что мне больно, что мне что-то неприятно сказал. Я всё выведу на какую-то сторону, но никогда не покажу. Хотя, может быть, реально неприятно. И люди от этого бесятся. И я понимаю, что я вот в этом конфликте, я победил, потому что я его сбесил тем, что он не смог, не показал тем, что уколол. Поняли, да? Логика, поняли? Я его сбесил тем, что не взбесился. Это самое, кстати, самое лучшее Ну есть же хейтеры какие-то Бывают у нас что-то там и комментируют И самое классное, ноль эмоций Вообще не реагировать, никак не отвечать Это самое обидное людям, которые вызывают Но Слава Слава поначалу Ему приходит какой-то комментарий Он такой, да пошел ты А, да, поначалу Я такая, Слав, да не надо это писать Поначалу какие-то были, я думаю, по приколу буду писать Да пошел ты нахуй, вот так вот писал Или как-то, да, прям матом в прямую Просто пошел нахуй И потом Слава заблокировали И потом меня заблокировали видос какой-то И у меня охваты упали И потом я понял, что Это как в меме, мне пару раз дали правды А потом я все пугал Я все понял, я просто уже не отвечаю Давайте я вас уколю сейчас У вас все орился? Не все, но многие парни И что же делать, если вы вдруг не станетесь? Блин, я не думал об этом Ну, я тоже об этом не думала Ну, ничего, наверное Ну, я буду продолжить один снимать Ну, я бы продолжила даже вдвоем снимать Не, ну, дружить-то можно И спать можно Ну, может, и тогда тикток снимать Ну, не, ну, конкретно в моем случае Я же и до этого один снимал, как бы Ну, да То есть я все равно буду снимать в любом случае А я просто не буду снимать, наверное Да У нас с Настей получается классный тандем Людям это нравится Я даже в прямой эфир у себя в аккаунте выхожу Говорят, где Настя? Я говорю, ладно, я пошел из своего аккаунта Раз вам нужна Настя Приходит Настя, в два раза увеличивается человек в эфире А вы чувствуете свою силу, когда у вас двое? Ну, это сильнее Ну, да, это сильнее, это мощнее Ну, после тех сложных отношений, когда я не понимал, что хотел в отношениях Начиная отношения с Настей Я как бы на берегу сразу все сказал Что как бы я вижу это Как мне нравится Я сказала, я не хочу вообще отношений Ну, и когда вы на берегу обговорили Ну, вроде пока эта вся методика работает То есть у меня нет вот как первая какая-то любовь Такой привязанности розовые очки Ну, да, когда ты такой Я все для тебя Вот вся жертвенность Уже этого давно нету Да, мы два самостоятельных взрослых человека Да Которые живут своей жизнью И хотим прожить своей жизнью классно каждый Мы делаем Если у меня сейчас там что-то не классно Я говорю, что мне надо сделать, чтобы мне было классно Да Если она говорит, что сейчас мне что-то не так классно Я хочу вот так Это мне тоже будет классно Я пытаюсь сделать, что я могу Так, а ваша совместимость исторологическая? Я бы поставила 100%, но это по эмоциональным Но если смотреть честно, то стоп Еще к предыдущим вопросам Еще благодаря хорошим отношениям Творчество рождается классно Вот эти все видео, рилсы Это благодаря все, что в гармонии находится Приходит вдохновение То есть я такой человек У меня иногда, например, когда съемок нет Там нечего Видео не загружается, не залетает Я немножко вообще кисну И у меня такая энергия идет прям плохая Что и все в минус Я прям злюсь, я вредный, я прям токсичный И вот благодаря Насте она выводит из этого И мы вместе разгоняем И когда начинаем опять снимать Опять хорошая получается энергия Ну а когда цифры хорошие, то она не кончается Хорошая энергия Вот пока охваты идут Пока видосы заходят, все классно Секрет гармоничных отношений Ну это мы тебе через 10 лет ответим Ну да Пока, мне кажется, еще рано Ну первое главное Разговаривать Надо, ну разговаривать Разговаривать Хорошо то, что Когда вы только входите в отношения Договориться то, что Вот мне важно это, это, это Там мне важно, чтобы ты Там был такой, такой, такой Но обычно это понимаешь уже после каких-то неудачных отношений Потому что когда первый Ты даже не знаешь, что ты хочешь Ты даже, да, не понимаешь Ты просто как-то раз Тебя эмоционально сюда занесло Ты такой уже, боже, мы где? В смысле, я уже живу с каким-то мужчиной странным А потом, когда все уже обдумал, прожил это И теперь ты понимаешь, что тебе нравится, что не нравится И надо обсуждать Вот, и если что-то не нравится, говорить сразу, а не копить Потому что когда ты копишь-копишь, это рано или поздно взрывается Будет конфликт Стараться быть взрослым человеком, а не ребенком С ребенком жить нельзя, невозможно Ну, капризным, типа, вот я девочка, сделаю все для меня, потому что я девочка Так не работает Может, в 17 лет, может, это так работает Или тому партнеру, если тому партнеру, кому это нравится, парню То тогда да Не, ну, и мне кажется, что все нормально в отношениях То, что нравится обоим Обоим, да, все Можете делать, что хотите, главное, чтобы обоим обоим было классно Типа, если у тебя нормально будет папочка этого ребенка, окей Окей, если твоя там психофит травма Ну да, касается, совпало, да И вы такие Вообще идеально Последний совет для начинающих актеров, блогеров, тиктокеров Как мне сдаваться тогда, получается, только отказать Мне кажется, дело в том, что тебе это нравится Ну, вот я, допустим, не представляю себя вообще в другой профессии И я не представляю, как бы я вообще могла отказаться Я даже не думала о том, чтобы пойти в другую профессию Потому что ты просто это чувствуешь, не знаю, как по-другому Ну что, я могу сказать, упорство и труд все перетрут Действительно, заниматься только тем, чем нравится Если вы хотите быть актером Ну да Не переживайте, что вы не поступили в театральный Есть очень много актерских школ Например, у нас, у Макаршина Ну, короче У вас есть актерская школа? А с Сашей Макаршином был у меня в подкасте Можете посмотреть? Обязательно Да Поэтому не расстраивайтесь, что не поступили в театральный Это не конец света Самообразовывайтесь Поступайте, возможно, какие-то актерские курсы, школы Очень много всего этого есть И просто пробивайтесь, пробивайтесь Идите до конца, будьте упорными И рано или поздно упорство вознаградится Когда ты идешь по творческому какому-то пути И тебе иногда очень тяжело признать себе то, что это не твое Бывает такой момент, что ты уже всем рассказал Я хочу стать актрисой Я всем уже рассказала, все сделала И добиваясь, добиваясь В какой-то момент ты начинаешь, наверное, себе врать И продолжать находиться в этой профессии Очень важно уметь к себе прислушиваться И не бояться, допустим, признать то, что Мне это уже больше не интересно Да, слушайте себя Ну, как бы я уже это все перерос Я перерос актерскую профессию Хочу дальше Хочу что-то другое попробовать Надо, мне кажется, не бояться как-то пробовать, экспериментировать И пытаться находить то, что у тебя отзывается Я иногда, когда не хочу что-то сделать Я рассказываю об этом всем, и это не случается Если хотите, чтобы это случилось, никому не рассказывайте У меня это проблема Я не могу никому не рассказать Просто Не знаю, как это У меня пока это не получается Слушайте, ну, когда актер получает отказ за отказом Он же может засомневаться в себе. Ну, это естественный отбор. Ну, да, естественный отбор. Побеждает сильнейший, и кто упорный, более упорный. Ну, как бы, ну, если ты сомневаешься в себе, ну, значит, увеличивай свои актерские какие-то способности, чтобы обрести уверенность. Открою пару секретов по актерскую профессию. Если вы хотите стать актером, но пока ничего об этом не знаете, но что-то слышали, вам, да, скажу, что 90% отказов, 10% работы. Вы должны ходить каждый день, и каждый день, скорее всего, вы будете слышать отказы. Может быть, даже по несколько. Можно даже критику в свой адрес. Очень много будете получать отказов, но рано или поздно какая-то дверь откроется, и эта дверь может компенсировать все ваши затраты на отказы. Это очень тяжелая такая профессия и нестабильная. Поэтому смотрите сами. Это надо заниматься только тем, кто чувствует себя это, кто понимает, что это их путь. А можно параллельно заниматься. Кто-то где-то работает, и вот подрабатывает актерство. Никто же не мешает. Спасибо вам, ребята. Спасибо большое. Подкаст проехали. Про жизнь для миграции. Подпишись.